Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили третью волну аукциона. Это прикольно, это классно. И давайте будем сразу заценивать, что у нас там есть. Нам сразу здесь на превьюшечке это и презентовали КПЗ-70, в которого никто не верил. Выложили клинка на продажу. И, ребятки, давайте будем говорить откровенно. Вот помните кучу комментариев под моими видео по поводу того, что возможно будет на девятом, на десятом уровне, на третьей волне аукциона. И мне писали многие по поводу того, что да не будет КПЗ-70, да не выложат клинка. Пожалуйста, вот вам КПЗ-70, вот вам клинок. И, кстати, ребят, меня никто не подкармливает. Я сам просто сидел и рассчитывал приблизительно, что могут выложить в третью волну. Поэтому, ребят, если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал. Я всегда с вами. Ну и, надеюсь, буду радовать вас все большим и большим количеством видосов. Ну что, ребят, давайте потихоньку будем переключаться на аукциончик и посмотрим, что к чему. Я сделал еще параллельно сравнительную табличенку на все танчики. И давайте будем смотреть. Безусловным лидером у нас становится, безусловно, ВК-90-01. И это, ребят, неудивительно, что уже более тысячи машин разобрали по одной простой причине. Потому что клинок это имба, ребят, 10 уровня. Это, наверное, лучший танк среди премов и коллекционок на 10 левеле. И я не удивлен, почему клинкам расхватывают даже на старте аукциона за 17,5. Поверьте, если бы у меня не было этой машины в ангаре, я бы обязательно себя клинкам взял. Потому что танк годный даже за 17,5. Если доживет до снижения цены в 16,500, вообще, целуйте его в выхлопную трубу. И обязательно ставьте себе в ангар, если у вас хватает золотой копилки на него. Едем дальше. Ребят, дальше вот все, что нам сюда выложили. Крупа, Ликана, КПЗ-70, Титан, HND, которому я очень сильно удивлен. Точно так же, как Титану 54D. АМХ Канон. Есть Прога 46 для любителей и ее конкурент Шкода Т27. Для тех, кто не знает, у Шкоды барабан цикличный. У Проги он с системой дозарядки. Но играются танчики просто обалденно до сих пор. И мне очень сильно нравится. Для любителей не цикличных барабанов и не систем дозарядки, а просто цикличных пушек. Есть Центурион, есть Эмиль 1951, которым очень многие интересовались. И вот вам, пожалуйста, ребят, можете взять. Хотя ценник 9,5 безусловно немножко завышен. Ну, я бы сказал, очень прилично немножко завышен. Но тут уже опять-таки у каждого свой карман. Ну и завершают вот эту вот всю цепочку из 14 танков. Самые менее популярные машинки на последнем месте по популярности СТГ. И это неудивительно. Потому что хоть машинка, ребят, и 8-го левела играется, я бы сказал, сложновато. И, честно говоря, на очень-очень большого любителя. Да и ценник, честно говоря, снижаться будет даже не по косарю, а по 750 на него. Но, видать, разработчики не сильно хотят с ним прощаться. Хотя, я думаю, что он будет долго стоять на продаже. Т-44-85 часто появляется на продаже. Особой уникальностью не обладает. Я бы сказал, что незаурядная семерка. И больше, чем уверен, что ровно как и СТГ будут себе долго висеть на аукционе, пока цена не упадет до уровня Плинтуса. А может быть, даже и ниже. И 121Б. Десятка. Средний танк. Но, ребят, 15 тысяч, поверьте, он не стоит. Он очень тяжело играется. И я бы сказал, что особого фана на этой машинке вы однозначно не получите. Теперь давайте пройдемся по ценникам, которые я могу сказать. То, что я точно знаю. Почем машинки продавались. Так, чтобы понимали. 121Б торговался по 15 тысяч просто в магазине. Бери, не хочу. По обычной, простой продаже. Поэтому старт на 15 тысячах абсолютно ничем не удивляет. Что касается Шкоды. 9 тысяч. Завышенная цена. Потому что на продаже Шкода находилась за 8500. Заходи, бери. Ну и, как бы говоря, не знай. Поэтому на аукционе цену изначально подняли, ребятки, на Шкодку. Не торопитесь брать. Ценник 8500 будет только завтра, через сутки. И я бы не сказал, что 8500 это тоже кул. Вот для новогоднего аукциона самый бомбес где-то за 7,5 машину взять. Окей, вот это действительно нормальный ценник будет, ну просто с учетом количества волн и с учетом понижения цены всего лишь по 500 голды по конкретно данному лоту. Что касается Центуриона МК 5 дроп 1 рак. Машинка, ну действительно не для каждого. И машинка прикольная в чем-то, в чем-то тяжелая в игре. Ценник 8500 опять-таки завышен, как и на Шкоду, ровно на 500 голды. Его продавали за 8000. Поэтому, ребят, кто хочет Центуриона, старт начинается нормальной цены 8, но это нормальная цена, стандартная. Поэтому, я бы сказал, вкусная будет танцевать в районе 7. Ну 7,5 прям потолок, и то это, знаете, так вот уже скрипя зубами. За семерку, окей, еще куда не шло, можно брать. По Эмилю я не могу ничего вам, ребят, сказать по поводу того, за сколько данную машину можно брать. Поскольку здесь цикличный барабан, и это тяж 8-го левела, хотя отыгрывается у многих он довольно неплохо. Но я бы, честно говоря, начал к нему присматриваться тогда, когда ценник начнет танцевать в районе где-то 7,5 тысяч. Я сейчас не буду отнимать по 700 голды от каждой цены для того, чтобы вниз спуститься. Просто вот два снижения цены на третий заход. Можно начинать присматриваться к нему. Я думаю, что он этого времени, ну это время абсолютно спокойно проживет, доживет до этого момента. И я не думаю, что проблема будет его приобрести. Что касается Титанов, ребят, давайте будем говорить откровенно. Это машины по типу, ну не знаю, вот Илекан, кстати, вместе с ними. Ребят, это машины, которым цену нормальную сложить нельзя. Просто по обретелению нельзя сложить. Это семерки, тяж и средний танк. Но, ребят, это, ну и Илекан, кстати, тоже тяжелый танк седьмого левела. Эти три машинки, это машинки больше коллекционные. Это не для того, чтобы фармить. Это не для того, чтобы нагибать. Это просто для того, чтобы классная, прикольная, интересная, незаурядная машина стояла в вашем ангаре. И раз в пятилетку вы ее выкатывали. Если на Титане H&D вы еще там какую-то долю фана можете получить, то Илекан крайне-крайне, с учетом времени перезарядки, машина тяжелая для отыгрывания. Ну, то же самое касается и Титана 54D. Действительно сложноватая машинка для того, чтобы на ней получить удовольствие. Хотя определенный фан однозначно приносит. Цену этим трем машинам адекватную, реальную сложить просто невозможно. Это то же самое, как Крушитель, допустим, там. Или даже нет, ребят, не Крушитель. Вот как Фараон или кто-то ему подобный. То есть машины, которые, ну, больше для коллекционеров. Поэтому здесь ценники просто кто за сколько готов себе в коллекцию приобрести. Я вот, допустим, если цена снизится до 7 и будет, ну, стремительное падение количества Титанов, допустим, H&D. Я его себе возьму просто в коллекцию для того, чтобы он у меня был, потому что машинка очень редкая. Вам же этого делать не рекомендую, если вы не обзорщик, если вы не стример. Если вы просто себе хотите найти хорошую машину для того, чтобы на ней классно поиграть, получить удовольствие нафармить и нагибать. Обратите внимание на, ну, таких вот стандартных мастерлонтов, типа, допустим, того же самого Клинка, который сейчас лидер по продаже. Дальше едем, ребятка. Проджетка. Проджетка продавалась за последнее время за реальные деньги. Прогу продавали сначала за 15 баксов и потом за 16 баксов. Короче говоря, ценники бешеные просто были и 10 тысяч машина на сегодня не стоит. Реальная цена машины не выше 8. Ну, просто поймите, как оно есть. И понимаете, что ценник будет снижаться всего по 750. И, возможно, машина, если и будет продаваться дешевле, чем ее можно взять просто в магазине порой, то я бы сказал, что, ну, прям не намного дешевле. Поэтому прогу отхватить на халяву, ребят, у вас не получится. Что касается КПЗ-70. Десятка. Это девятый левел, но десятка золота для него дорого. Для новогоднего аукциона самый жир, самая мимимишная цена, вот такая, ну-ну-ну. Я бы сказал, если вы возьмете его за 8 и вы будете рады, вы будете довольны. Если возьмете еще дешевле, за 7, хотя я в этом сомневаюсь, что до 7 тысяч она доживет, стоя здесь на продаже. Ну, за 7 это вообще просто блеск красота. Что касается Крупа. Круп машина, ну, такая, очень нестандартная и на очень большого любителя. И это семерка. И вот исходя из ценника, скорее всего, из-за этого машинка сейчас плюс-минус разбегается. Но разбегается на сколько? Смотрите, по сравнению с Ликаном, допустим, или с КПЗ-70 не разбегается вообще. Ну, а что касается по сравнению с клинком, ну, тут уже сам Бог велел клинка разбирать. Поэтому, ребятки, вот такая вот тенденция по Крупу. За 6 тысяч, не знаю, даже в коллекцию дороговато. Я подожду, если доживет и где-то за пятерку можно его себе будет прикупить, я его возьму. Это семерка. Семерка не сильно живучая, не сильно там решающая, что там в боях. Поэтому, вот, чисто ради прикола, просто чтобы в ангаре стояло, ну, и снять честные обзоры на него. Ну, только потому, что я делаю обзоры на танки. Если бы покупал себе в ангар, обязательно бы не ставил его прям в приоритет. И что касается, ребят, самой лучшей машины, которую выставили разработчики на продажу, а именно в отношении ВК-шки 9001П, он же клинок. Ребят, машина бомба, машина имба. В течение видоса на те машины, на которые у меня есть обзоры, я оставил вот здесь вот наверху ссылочки. Заходите, смотрите, там максимально честные обзоры на машины. И клинка, ребят, брать однозначно. Если у вас есть золото, берите. Если вы начинающий игрок с 50%, берите. 45% побед, берите. Ребят, если хватает, просто помните, клинка надо взять. Машина классная, машина бомбовая, машина нагибающая, машина прощающая вам ваши недостатки, машина прощающая вам периодически какие-то ваши тупости, заезды туда, куда не надо. И эту машину тяжело разобрать даже с кормы, если вы умеете правильно плюс-минус вертеться. Короче говоря, это действительно топ-1 на третьей волне по аукциону. Скажу откровенно, я, честно говоря, аукционом доволен. Я вам объясню, почему доволен. Потому что сейчас на третьей волне аукциона, конкретно третьей волной, почему я доволен, здесь появились те машины, которые действительно сложно прикупить себе в ангар. Вот просто взять и купить напрямую с магазина, когда периодически что-то появляется. Понятное дело, что, допустим, там та же самая Прога, тот же самый СТГ, я не знаю, 121Б клинок, ой, господи, клинок, 121Б средний танк, не клинок, клинок, извините, рядом даже не стоял. Центурион тот же самый. Ну, короче говоря, вот эти вот машинки все, они порой появляются на продаже. Вот как Т-44-85, да, там периодически бывает, вопросов нет. Их можно взять, а вот такие машины, как Ликан, Титан, Титан 54Д, да, я не знаю, даже тот же самый Эмиль 1951, это те машины, которые в течение игрового года заиметь себе в ангар крайне сложно. И это действительно очень классно, что хотя бы на третьей волне появились те машины, которые очень-очень редки, особенно Титаны. И вот для ребят, которые хотят какой-то эксклюзивности, это действительно возможность. И спасибо большое разработчикам за то, что они эту возможность предоставили. Теперь давайте посмотрим по таблице. Все смотреть не будем, вот прям совсем. Обратите внимание по доходности. Доходность есть не на все машины, почему-то. Ну, вот как есть, так и есть. Лидерами по доходности, если вас интересует конкретно коэффициент фарма, то по коэффициенту фарма в лидерах находятся у нас Эмиль 1951 и Шкода 46-ая. На чем фармить лучше, тут уже вопрос того, какие у вас по равнизне руки, и на чем вам легче играть, на средних танках с нормальной динамикой и подвижностью, либо на тяжелых танках с цикличным барабаном. Что же касается по процентам побед. Давайте будем смотреть по процентам. Самый жирдосный, самый обалденный процент побед у нас, как вы видите, это 57,36, ну будем говорить 57 с копейками процентов побед на Титане 54-д. Но, ребят, всего лишь катало 396 игроков. О чем это говорит? Это говорит, что этой машиной обладают избранные. Те, которым посчастливилось Титана заиметь, вот им и счастье. И это и ребята явно умеют играть. Поэтому, ребят, у них и здесь есть 57 процентов побед. Не факт, что в ваших руках, если вы возьмете себе Титана, вы, ну, будете играть как вот эти вот 396 ребят. И я больше чем уверен, что после данного аукциона на Титане очень существенно упадет процент побед. Ровно как он, ребят, упадет и на Титане H&D. Здесь 56-63, да, практически 57 тоже процентов. Ну, 56,5 и всего лишь 24 игрока. То есть, эту машину юзают еще реже. И здесь такой процент побед. Ну, представьте себе, как на этих двух танках все это дело очень безобразно провиснет. И если же говорить о тех машинах, которые, ну, просто катабельные, да, то меня очень сильно удивляет, почему на ВК 9001PM такой низкий процент побед, если, по крайней мере, у меня, ну, я бы сказал, что из пяти боев стандартных идет 3 победы. Вот, гадалки не ходи. Очень классная машинка. Не понимаю, почему. Возможно, как-то так получилось, что огромное количество игроков получили когда-то этот танк. Ну, и, соответственно, не сильно умеют на нем играть. Возможно, где-то так. Все же остальное, ребят, абсолютно стандартные показатели. Есть у нас, да, Эмильчик, вот видите, 57% побед. И здесь уже, ребятушки, 2000 игроков играли эту машину. О чем это говорит? Это говорит о том, что у 2000 игроков получается отыгрывать на этом танке выше среднего. Значит, танк действительно стоит того, чтобы на него обратить внимание. За себя говорить не буду. Я играл на Эмиле буквально там несколько боев, и мне очень сложно сложить по нему мнение какое-то честное, объективное, адекватное. Единственное, что я, допустим, очень сильно не люблю цикличные барабаны, и мне на них отыгрывать сложновато. Ну, тут уже, как говорится, каждому свое. Вот такой вот у нас, ребят, аукциончик, вот такая третья волна. Поэтому, ребят, я бы поставил в топ-3 машины, которая действительно стоит себе приглядеть в ангарчик. Это однозначно, ВК-9001П на первом месте, вообще без базара. Что бы вы там мне в комментариях не писали, в жизни с вами я не соглашусь. На второе место я бы закинул, ребят, Эмиля 1951. Потому что, как показывает процент побед многого количества игроков, машина отыгрывается нормально. Но опять-таки помните, что это цикл. Он же делит второе место с КПЗ-70. Но это, ребят, девятый левел против десятого тяжело играется. Не настолько бронированный, как хотелось бы, но с шикандосной, просто, ребят, шикандосной альфой в 560 единиц. Как вы видите, выше на третьей волне альфы за один выстрел просто-таки ни у кого нет. Даже на десятом левеле у клинка всего лишь 460. Ну, всего лишь по сравнению с КПЗ-70. Но долговатое время перезарядки. Чумовое практически. Заявленных 15 секунд. Но уменьшается там с помощью оборудки и так далее. Короче говоря, сами понимаете, к чему планю. Машинка не сильно бодро отыгрывается. То есть требует какой-то вальяжности в игре. Это было второе место. Ну и на третье место, ребят, я бы поставил товарищей Шкоду 27 и Прогу 46. Кто-то скажет Центуриона. Забыл. Нет, Центурион все-таки находится вне линейки. Почему? Потому что и Прога 46 и Шкода Т27, они обладают и хорошей подвижностью, и нормальной скорострельностью, и хорошо отрабатываемым барабанами. На барабане играть все-таки приятнее и интереснее. Центурион цикличная пушка с временем перезарядки. Я бы сказал, довольно-таки путевым, нормальным. Меньше чем 5 секунд это заявленных, а плюс еще можно улучшить. Но все-таки не настолько фановая и веселая машина отыгрывается, как, допустим, та же самая Шкода Т27, либо Прога 46. Но это мое субъективное мнение. Ребят, если вы со мной не согласны, обязательно, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что ребята хотят знать, что им покупать. Вот такая вот третья волна. Подписывайтесь на мой канал, если вы за честность обзоров. Я гарантирую вам свою честность и абсолютную непредвзятость в отношении какой-либо техники, либо товаров в магазине. Ну а на данный момент у меня все. Приятных покупок, всех благ вам, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok